Программа «Среда» всегда готова помогать людям в любом вопросе, связанном с организацией современного пространства. После нашей прошлой программы на первый западный пригород Ульяновска наконец-то провели интернет. Новый выпуск мы сняли по обращению жителей села Подкуровка, что в Теренгульском районе. Еще год назад там гремело народное возмущение, умело поддерживаемое активистами из КПРФ по поводу строительства китайского завода по производству цемента. Стройка встала. Но, как оказалось, экологическая мина замедленного действия была уже на готове. Сейчас она начала действовать. Нам обратились жители села Подкуровка, что здесь периодически наблюдаются выбросы и запах с элементами металлического привкуса. Когда начали разбираться, выяснилось, что здесь открылось буквально несколько лет назад предприятие, дочерняя структура Ульянского механического завода номер 2. Когда стали выяснять вообще, как оно здесь появилось, так как оно находится в черте самого населенного пункта, но и главное, находится практически там в несколько десятков метров от жилья. И выяснилось, что данное предприятие не просто нарушает предохранные нормы, а самое главное, что оно построено и размещено, во-первых, на землях сельхозназначения, но проблема даже в другом. То, что там изначально уже более 30 лет находится источник водоснабжения данного села. Когда мы осматривали место водозабора и водонапорную башню, охранник с территории завода начал кричать и пообещал спустить на нас Алабая. Но после конструктивного диалога ретировался. Промышленность в развитии региона и развитии страны имеет большое значение. Однако не тогда, когда она вредит окружающей среде и жизни тех людей, ради которых она должна развиваться. Прямо возле территории завода в вертикаль находится водонапорная башня. Между заводом и башней находится водозабор, из которого, собственно, пьет все село. Наибольшее влияние на состояние окружающей среды в зоне действия предприятий черной металлургии оказывают техногенные выбросы, содержащие газообразные твердые вещества. Газы очень негативно влияют на состояние растительности. Особенно неблагоприятно влияют выбросы оксид серы-4, СО2, оксид азота-4, НО2 и оксид азота, НО. Для получения тонны литья перерабатывается 8-10 тонн различных сыпучих материалов – песок, сухая глина, угольная пыль и прочее. Вместе с доменным газом в атмосферу выбрасываются соединения мышьяка, фосфора, сурьмы, свинца, пары ртути. Пыль выбрасывается с вентиляционным воздухом из землеприготовительных, обрубных, очистных, выбивных и других участков литейного цеха. Все эти выбросы могут привести к некрозу, то есть омертвению тканей, причем как у живых существ, так и растений. Возможно ли, что эти выбросы осуществлялись прямо в село? Вот что говорят люди. По нашим данным, владельцы вот этого завода на Речи Чинян выплавляют там какие-то детали, металл. И потом, когда он плавит, это вот горелый запах идет какой-то вот металла, дышать невозможно, прям в горле першит, глаза слезятся и нет возможности даже дышать. А жена у меня осматик, например, она вообще тут же на баллончиках, потому что без баллончика она вообще не может дышать. Фамилия Четинян у жителей не сходит с уст. Когда-то этому человеку здесь верили, людям казалось, что Алексей Куринный и Найри Четинян борцы за их права. Однако на поверку все вышло иначе. Ну мы узнали, что, во-первых, земли не выведены, не все земли выведены сельхозназначения. Далее, значит, у него существует бокс, стоит, который раньше считался как ремонтные мастерские. Он владеет вообще незаконно. Это не его имущество, это имущество областное вообще. И то есть очень много нарушений, то есть много всяких разных вот таких вопросов к нему возникает. Когда мы подошли к боксам, к нам подъехала полиция. На, казалось бы, заброшенном боксе красовались новые замки, а в траве валялись обожженные бочки. Их маркировку определить сложно. Ответа на этот вопрос экологи пока не получили. Однако же, судя по сохранившимся цветам, можно предположить, что в них было все, что угодно. От аммиака до фазгена или хлора. Наверняка все не так страшно. Но почему руководство предприятия не вступает в диалог? Есть что прятать? Несколько лет назад начался строиться этот завод. Господин Чеченян в то время заходил с такой программой к нам сюда в район, что он обещал нам здесь рабочие места. Дело в том, что у нас в Кугаревке было профессиональное училище. И он обещал тогда, что будет помогать с учебы детям, потом будет их сюда трудоустраивать. С такой программой он к нам заходил. И еще у него было такое обещание, что он нам здесь будет в сельском хозяйстве тоже помогать. Обещанную помощь не получили. Училище закрылось, а рабочих мест предприятие дало крайне мало. Во всяком случае, рабочие места не оправдывают. Огромный вред. Ежедневно наносимой природе. Рядом с заброшенными, но запертыми складами действительно першит в горле и пощипывает в носу. Развестительские территории – это, прежде всего, не сделать людей крепостными, не использовать то состояние, где они живут. Никто не против завода так такового. Пусть он металлургический. Раньше говорили, здесь будет китайский завод. Все должно делаться по закону. Кто мешал тому же де-факто он не владелец завода, тому же Чтиняну, вот построить в километре такой же завод. Металлургический. Пожалуйста, развивай. Давай работу жителям. Но, когда идет речь о том, что просто-напросто под видом берется земля под одно, при этом размещается другой объект, особенно промышленный, и нарушаются все нормы, о каком развитии сельской территории может идти. Странно, но, несмотря на обращение жителей, на видимый и осязаемый вред защитники интересов трудящихся, на Ириче Тинян и Алексея Курины, не живут в палатках у предприятия, не поднимают народ на борьбу с ним. Откуда такие двойные стандарты? Он залез под шкуру людям в двух поселениях, чтобы отбить цементный завод. А сам в то время, значит, он создал, создает, ну, создает лисейное производство. То есть, есть сведения, значит, он дал заявку в Ульяновск Энерго на подводку, значит, силового кабеля для лисейного производства. Древние говорили, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Этот принцип прямо противоречит принципам равноправия, которые пропагандировали борцы с цементным заводом. Только вот они уехали, а местные жители остались глотать вредные выбросы другого завода, который создали вожди протестного движения. Теперь люди поняли, что стали пешками в политической борьбе, а те, кто пропагандировал равенство, себя ровней. Им не считает. Выборы выиграл после, прошло после выборов год. Он уже с гордостью заявления такие делает. Поселения, эти два красных поселения, это мои поселения. Так, депутаты, которых я привел, значит, которых я привел, значит, это самое, в люди вывел, это мои депутаты. Так, оно так оно и есть. Я непосредственно был на двух советах, на заседаниях двух совет, на заседаниях совет депутатов, ну, в два раза было, да? Вот. Ну и что? И убедился в том, что вкратце, без эмоций, убедился в том, что права на слово они не имеют. Народ глотает пыль и газ, а врач и промышленник молчат. И не мудрено, ведь выборы прошли, мандаты получены, а народное счастье, да кому оно нужно? Некоторое время назад вот здесь стояли протестующие, которые протестовали против завода, который построить хотели китайцы. Прямо через дорогу сейчас функционирует металлургическое предприятие, которое наносит окружающей среде огромный вред. Люди просят помощи. Их обманули и травят. Уже направлено заявление в прокуратуру с просьбой провести проверку. Жалобы экологам. Хочется надеяться, что жизни и здоровье людей возобладают в разрешении этой проблемы. И подкуровка снова сможет похвастаться чистым воздухом и водой. Редактор субтитров А.Семкин